Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре по многочисленным просьбам Болонские удилища Кайда Марселага. Длины 5-6 метров, самые востребованные. Ну, давайте приступим сразу же от слов к делу. Значит, по бланку здесь порядка 36 тонн уголёчек. По тактильности очень приятное покрытие. Такая вот змеиная кожа, что ли, можно сказать, нанесена. Точно так же, как покрытие некое софт-тач, это в районе катушка-держатели и торцевой части, ну, около торца, да, окончания рукояти. Не пугайтесь, что поставляются разгрузочные кольца и тюльпанчик в отдельном пакете, как на дорогих баллонках колмик. Это действительно сделано специально, чтобы при транспортировке не ломался хлыст. Когда на него наклеен тюльпан, часто происходят поломки и приходится как-то там изощряться. Значит, дальше идут два разгрузочных кольца, соответственно, на тюльпане, на хлысте, и одно разгрузочное кольцо на втором колене подвижное. Колечки среднего выноса, то есть оптимально, с моей точки зрения, отлично здесь подобрано, то есть не будет прилипать тонкая леска к бланку, как в период влажной погоды, и в то же время не затруднит сход лески при забросе, там, если вы их пытаетесь подальше забросить. Катушка-держатель Jinbo S6, то есть это классика, по большому счёту, известный, надёжный, без всяких там каких-то вариантов и сомнений, то есть действительно надёжный. Надёжный материальчик, приятный. Единственное, что чуть-чуть боится он ударов, поэтому когда вы будете ловить, аккуратнее там на камне и так далее, и постарайтесь, когда вытаскиваете катушку, если она у вас чуть-чуть прилипла, то вы слегка её постучите, вот так вот, ну, грубо говоря, чтобы отлипло, потому что вот эта бабочка сама, она такая вот, лепесточек сам, он немножко нежненький, да, ну, скажем так, если аккуратно с ним обращаться, ничего с ним никогда не будет, ничего такого. Значит, по нижней части, по торцевой пробке, как в удилищах, если кто знает, мавер, фречи и так далее, здесь у нас стоит заглушка. Сделана она, в общем-то, для того, чтобы не вылетали колено, потому что там специально стоит неопреновая дальше вставка, которая, соответственно, обеспечивает укладку колен таким образом, чтобы кольца не ложились друг на друга и не травмировали вставки, поэтому отсюда вы сможете вытащить только хлыст, если он у вас сломается. А если у вас сломается, по большому счету, еще что-то, кроме хлыста, да и сам хлыст, вы всегда можете обратиться к нам, обратиться к нам, и при соблюдении определенных условий, вот посмотрите программу лояльности, вы сможете получить бесплатно две запчасти в год в период проведения такой акции. Данная информация не является публичной офертой, мы ее можем отменить в любой момент, но вот до сих пор пока проводим. Соответственно, если даже вы по собственной неосторожности сломаете там второе, третье колено и так далее, то мы поможем вам бесплатно абсолютно с ремонтом. Вытащим пробочку вот эту, да, вытащим колено, заменим, перемотаем, если нужно, и дадим, если нужно, перемотаем кольцо, я имею в виду, и дадим пожизненную и бессрочную гарантию на место ремонта. Так, дальше приступим. Я здесь за кадром написал основные характеристики. Вот я просто смотрю на удочку, у меня здесь написано 215 грамм веса. В реальности она весит 196 грамм. А Марселага шестерка, написано 260 на ней, а в реальности она 265. Значит, 148 грамм транспортная длина, 21 миллиметр диаметр комля, вот здесь я мерил, у пятерки, и 23 миллиметра у шестерки. Значит, очень важный момент, прежде чем сейчас пойдем раскладывать, это реальная фактическая длина. Она составляет у пятерки 465 сантиметров, и у шестерки 563. Имейте в виду, при выборе длины удилища, вот такие характеристики реальные, да. Ну, наверное, все. Пойдемте рассмотреть строй, раскладываем. Итак, друзья, разложились, смотрите, пятерочка. Быстренькая, приятная. То есть в руках вот у меня очень приятно лежит. Смотрите, как возвращается. Так оно небольшое есть пока погрешность строя в плане середины, видите. Вот она раз, хлыст уже почти вернулся, а еще немножко дергается. Все видим, как они так останавливаются. Но это все, в общем-то, ничего страшного. Давайте нагрузим. Нагружаем, смотрите. Да, все здесь хорошо в плане строя по правильности. То есть она может работать и на крупненькую рыбу тоже, несмотря на тест 20 грамм. Так, и шестерка сейчас. Смотрите, в плане шестерки тоже, смотрите, не заваливается никуда. Вполне приятная палка. Ну, она в руках уже лежит потяжелее, однозначно. То есть семерка была бы уже очень тяжелой. Ну, по балансу средняя. Я не могу сказать, что супер по балансу, но и неплохо. За эти деньги, в общем-то, ничего такого плохого нет. Нагружаем. Ну, отлично. В плане распределения нагрузок просто супер. Наши акции по бесплатным запчастям, наверное, будут не вострел планы для этой модели. Итак, друзья, вы посмотрели, я думаю, имеете представление. Я забыл сказать в самом начале, что колечки защищены вот таким средним по жесткости чехлом. То есть это искусственная синтетическая кожа. Ну, здесь она, да, вот каких-то таких вот ударов защитит, но, конечно, если там что-то посерьезнее, она не защитит. Поэтому можете, по большому счету, приобрести у нас отдельно пластиковый чехол от фирмы Stonfa итальянской. Он вам защищает, хоть можно, ну, шучу, конечно, но хоть на машине можно по ним проехаться, ничего им не будет. Это жесткий чехольчик пластиковый. Значит, по чехлу, как вы видите, с липучка, клапан на липучке. Велюровый чехол приятный, аккуратный, хорошо прошитый и выглядит недешево, скажем так. На этом все. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Если хотите мне сказать спасибо, нажмите, пожалуйста, под видео вот такой пальчик вверх. Нажмите кнопку подписаться. Для меня это большой плюс, а для вас это пожизненная гарантия на заводской брак на все удилища, купленные у нас. И две запчасти в год вы сможете получить бесплатно в период проведения акции, если подпишетесь на YouTube канал, ВКонтакте и Telegram. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok